Сейчас я нахожусь на Новоизмайловском проспекте города Санкт-Петербурга. Да, в это сложно поверить, но всего каких-то 70 лет назад здесь был военный аэродром. Сегодня мы отправимся в изучение такой романтичной, как многие думают, профессии пилот гражданской авиации. Но так ли это на самом деле? Познакомимся с этой профессией поближе. После выбора профессии остров встает вопрос о доступности ее получения. В России есть несколько учебных заведений, которые готовят пилота в гражданской авиации. Одно из них находится у меня за спиной – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Попасть туда на бюджет достаточно непросто. Необходимо хорошо учиться, иметь идеальное здоровье и издать ЕГЭ на 270 плюс баллов. Но для тех, кто следует за своей мечтой, это преградой не станет. Люди всегда мечтали о полетах. В начале 18 века братья Монгольфье поднялись с неба на воздушном шаре. В наше время пилоты – это в первую очередь те, кто отвечают за безопасность полетом и управлению самолетами. Первыми пилотами считаются братья Райт. Они совершили свой первый полет в 1903 году. Вместе с бурным развитием авиастроения изменялся и внешний вид пилотов. Раньше они ходили в куртках, шапках и очках. Сейчас же пилоты ходят в красивых и удобных костюмах, а также в пуражках. Но вне зависимости от времени, профессия пилота всегда была не просто работой, а мечтой и призванием. Ну ладно, я мечтаю с детства. Кого я просвечу, я скушу. С детства я всегда мальвилец. Я знаю, что это все, что мы все вынесли, что я не могу. А так как он взрослёт, целую часть пилотов. Почему же для себя, как будущую профессию, я выбрал именно пилота гражданской авиации? Это моя многолетняя уже мечта с 8 лет. Как она появилась, я честно не знаю. Но недавно в интервью одного пилота я услышал фразу, с которой я согласен на 101%. Самолёты — это не просто профессия, это любовь и призвание. Оплачиваемые отпуска в 70 дней, большая заработная оплата, потребованность профессий, путешествие за счёт авиакомпании, а также реализация своей детской мечты во покорении неба и облаков. Всё это звучит, конечно, красиво, но у профессии моей мечты есть и несколько минусов. Главный минус профессии — профессиональное заболевание. Если на медосмотре обнаруживается его развитие, то пилоты тут же отстраняют от всех полётов. Также одним из минусов считается зависимость данной профессии от внешних и международных факторов. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса большинство компаний отправило вторых пилотов и стажёров на Землю. И, пожалуй, основной минус — это непостоянный график работы. Из-за этого мало времени удаётся выделить на семью, развлечения. Из-за этого в профессию пилота нужно идти за мечтой, иначе вы в ней долго не продержитесь. Мечтать мне, конечно, красиво, но чтобы достичь своей мечты, мне придётся много учиться и упорно работать. У меня всё обязательно получится, и я стану пилотом гражданской авиации. Субтитры подогнал «Симон»!